здравствуйте дорогие постоянные зрители и гости канала я ольга филимонова и сегодня у меня видео про потенциальную совместимость скорпиона соседями по зодиакальному кругу но прежде всего хочу сказать что да дорогие скорпионы закрепилась за вами дурная слава говорят что вы вампиры говорят что вы ловцы человеческих душ на самом деле хочу напомнить о том что мы все питаемся энергией друг друга а вампиром становится только тот кто эту энергию забирает ничего не отдавая взамен на самом деле свойства характера скорпиона совсем другие и главное из них это конечно же сила не зря говорят что на скорпиона можно рассчитывать тогда когда другие сдались действительно ну посильнее других в духовном моральном смысле и даже физическому вас правда физический статус более крепкий сильный вы меньше устаете вы можете ну вот горы свернуть что называется даже в физическом смысле моральная сила или сила духа это вообще отдельный разговор скорпионы способны невероятно эмоциональное давление испытывать выдерживать с большим успехом и на протяжении достаточно длительного времени мало кто так может и вот эта сила это безусловно ваша ваша самая заметная черта и самая но наверное такая положительная выразительная у скорпиона действительно очень большие задатки для выживаемости в буквально в любых условиях и когда жизнь подбрасывает вам какие-то настоящие трудности вы надолго в уныние не впадаете вы бросаетесь эти проблемы эти трудности разрешать с большим успехом и знаете вашим близким повезло потому что вы не задумываетесь броситесь защищать свои интересы интересы ваших детей интересы вашей семьи в любой казалось бы даже самой отчаянной ситуации магические магические способности и тяга к тайным знаниям это тоже одно из свойств личности скорпиона под магическими способностями как правило понимают вашу фантастическую интуицию потому что вы действительно считываете людей буквально спинным мозгом знаете интуитивно даже на расстоянии вас невозможно обмануть потому что вы как будто бы слышать слова которых пока еще никто не говорил ну а тяга к тайным знаниям это конечно хорошо это украшает жизнь это позволяет посмотреть на многие предметы мини бытовом мини утилитарном и с какой-то более высокой что ли точки зрения с другой стороны опять же из-за этого вы иногда проникаете осознанно или нет в чужие тайны и под а сами при этом остаетесь загадкой тайны за семью печатями потому что скорпионы крайне скрытные персонажи и про себя то вы ничего не рассказываете не делитесь планами не спрашиваете ни у кого совета и уж тем более не слушайте чьих-то рекомендаций третье выраженное свойство скорпиона вытекает из двух предыдущих и определяется наверное планетой управителем знак а это марс у нас бог бог войны и вот тот самый марс наделяет скорпион отчаянной смелости прекрасное качество ну что ж сильный человек с развитой интуиции вполне может позволить себе быть смелым в любых обстоятельствах следующие заметное свойство скорпиона о котором кстати редко говорят это терпение и нежелание перемен ну вот на самом деле поскольку сил это у вас много любое давление вы можете выдерживать вы до последнего будете откладывать какие-то уже может быть даже назревшие перемены в своей жизни скорпион уволиться с работы только тогда когда уже ну терпение его достигнет вот совершенно крайней точки совершенно крайнего предела и вообще любой скорпион решится на радикальные перемены в своей жизни только тогда когда ну совсем не останется возможности сохранить статус сохранить все как есть но парадокс как раз таки в том что вот эти перемены которым вы так отчаянно сопротивляетесь вы точно так же легко переносите то есть вы очень легко адаптируетесь к меняющейся обстановке к измененным новым каким-то условиям конечно без этого тоже не обойтись у скорпионов как правило высокая иногда даже завышенная самооценка никто так не гордится своим знаком зодиака как скорпионы вы знаете что скорпионы делают татуировки и вообще как-то с каким-то пиететом даже признаются в том что они вот принадлежат именно к этому зодиакальному созвездию ну то есть больше уделяют внимание своим астрологическим характеристикам может быть потому что скорпионы как раз таки интересуются гороскопами много на эту тему знают это все недостатки личности это суть оборотная сторона достоинств личности и вот это самая ваша водная чувствительность очень многих трансформируется к сожалению особенно у женщин скорпионов в излишнюю эмоциональную вовлеченность во все что происходит вокруг вы правда ко всему что-то чувствуете к людям которые вокруг вас события любое событие мелкой или крупной вас вызывает бурю эмоций особенно если вы такой вот классический представитель знака если вашем личном гороскопе рождения нет каких-то выраженных противоречащих характеристик которые например вас заземляют или наоборот делают более воздушным человеком то есть более таким вот равнодушным и осознанно отвлеченным а в чем здесь опасность в том что вот это вот постоянно эмоциональная вовлеченность во все и вся распыляет внимание очень сильно расходуют ваши эмоциональные силы от этого снижает способности концентрироваться на чем-то важном следующее то следующее тоже спорный достаточно добродетель скорпиона это отсутствие отсутствие страха скорпионы действительно ничего не боятся но именно из-за этого можете ввязываться в какие-то рискованные предприятия мероприятия совершать какие-то рискованные сделки потом в итоге ну может быть что-то терять дело в том что нас вот зодиакальном круге восьмой дом это дом скорпиона и это дом критических ситуаций вы правда можете сами себя в эти критические ситуации повергать но все-таки самая главная опасность для вас дорогие скорпионы это вы сами астрологи так и говорят у скорпиона не может быть врагов кроме него самого скорпионы самые большие самоеды из всего зодиакального круга вы очень требовательно к окружающим вас людям но не менее требовательны вы конечно же и к себе и вот эта требовательность иногда доходит до совершенно невероятных размеров развивается то есть она превращается в непрерывное самобичевание в жила потребность себя критиковать в потребность себя во всем ограничивать вы можете истязать себя даже на физическом уровне самая отчаянная аскиза то есть диеты какие-то ограничения в питании в режиме в не знаю в расходу в конце концов это все дорогие скорпион тоже ваши результате вы доводите себя до морального и физического истощения и все это объединяется таким вот общим понятием жестокость по отношению к себе а теперь про совместимость первый вопрос который возникает конечно же здесь у нас как легко скорпионы уживаются со скорпионами с представителями своего собственного знака вообще в астрологической теории в астрологической школе считается что водные люди подобными себе уживаются достаточно легко и про скорпионов тоже в целом можно это сказать особенно в юности скорпионы ужасно ужасно радуются когда встречают от похожего на себя человека буквально свое отражение я и мое зеркало что держит рядом двух скорпионов конечно же это буря это шквал эмоций ужасно интересно вам друг с другом но здесь же таится и опасность дело в том что каждый скорпион планирует ощущать себя центром мира центром вселенной и центром естественно семьи или любого союза а когда рядом присутствует кто-то с такими же намерениями вам может быть ну как-то немножко некомфортно или беспокойно не даром же есть выражение такое на вас как как два скорпиона в одной банке что здесь может произойти во первых потенцируются негативные свойства характера под налагаются друг на друга от этого естественно становится сильнее то есть каждый из скорпионов в паре есть себя активно закусывает партнером все таки главная опасность как ни странно для двух скорпионов это опасность заскучать в паре после вот такого наплыва страстей ознакомство двух скорпионов как правило очень скоро я говорю про романтические естественно отношения очень скоро развиваются и получают продолжение самое такое вот откровенное и решительное вот после того как первые эмоции первый флер спадет предсказуемость поведения партнера в итоге порождает действительно скуку потому что вот сюрприза не получается ну а теперь перейдем непосредственно к совместимости скорпионок с представителями других зодиакальных созвездий сначала вам вас покажу я использую личный опыт и карты оракула символон это новая современная предсказательная система здесь каждая карта основана на парном соответствии зодиакальных созвездий и планет покровителей но мы до этого еще дойдем общий портрет скорпиона карты это называется искуситель я догадываюсь почему у вас такое имя дело в том что вот это вот вся ваша сила вся ваша эмоциональность в том числе реализуется и в романтических отношениях у вас правда очень большие возможности отдавать в любви любовь во всех ее проявлениях это ваше второе имя страстность страсть в первую очередь много можете отдать но многое хотите получить для это провоцируете в более или менее подходящих людей тоже на проявлении романтических эмоций поэтому наверное искуситель и так первые первый ваш очевидный сосед это конечно же стрелец огненный человек помните да о том что стрельцы проповедники стрельцы учителя стрельцы все приходят на землю для того чтобы кого-то чему-то учить и вы не исключение естественно считается что любые отношения будь то деловые или романтические стрельца и скорпиона ну достаточно деструктивный карт это называется черное место посмотрите что такое черное место это некое действует объединение интересов против внешней силы и здесь идет узнаете подключение какому-то сомнительному эгрегору то есть какие-то сомнительные энергии задействуются в паре для того чтобы союз был крепкий но правда это не похоже на любовь согласитесь семейные союзы семья вообще пара какая-то романтическая вот на такой договоренности долго конструктивно правильно и экологично существовать естественно не может то что здесь идет потери личности в пользу каких-то общих совместных интересов и пусть бы это все было но проблема в том что интересы здесь какие-то уж очень двойственные такие вот ну неоднозначные знаете естественно скорпион со стрельцом могут противостоять целому миру вдвоем потому что вот это вот бесконечная сила и упорство и терпение скорпиона соединяется с устремленностью и с идеализмом стрельца но знаете этот союз больше похож больше подходит наверное для какой-то партии ячейки увы пара скорпион и козырок называется депрессия карта так называется и мой опыт тоже подсказывает что союз этот ну так себе довольно печально это может выглядеть потому что ну какая-то беспросветность холодность преследует обоих дело в том что козырок конечно не тот человек который может вам ответить на вашу вот эту вот эмоциональную вовлеченность потому что у него нет такого ресурса нет такой возможности козырок правда очень мало испытывает эмоций и еще меньше этих эмоций может выражать поэтому вы попадаете как бы на перес со своей водой на пересушенную землю на пересушенную почву и сколько бы вы эмоции не затрачивали в этом союзе их все равно мало и не удается союз этот оживить считается что такая пара ну практически обречена на какой-то может быть и длительное но без радостное существование ведь и проблема только в эмоциях поэтому для взаимодействия другого другого рода ну например каких-то деловых для бизнес контактов в общем-то козыроки вполне подходит почему нет неожиданно удачным оказывается союз скорпиона и водолея представляете карта оракула называется феникс а феникс это символ вечной жизни символ гибели разрушения трансформации и возрождения действительно отношения могут быть болезненными длительными вам приходится вместе в семье или в любви переживать какие-то кризисы и кажется что ну вот вот все уже совсем совсем закончилась потом раз любовь ваша получает второе дыхание вы как бы оба обновляетесь в этой истории и снова радостная радостно продолжаете именно в союзе с водолеем скорпион получает возможность кардинальных качественных перемен внутри себя это оракула на которые у нас умещаются рядом скорпион и рыбы называется ложный ним достаточно сложно уловить смысл из названия возможно скорее всего это трудности перевода но взаимоотношения скорпиона и рыб это взаимоотношение понятно двух людей эмоционально глубоко чувствующих и взаимодействие очень эффективно долгое вполне вполне возможно главное чтобы вы друг другу вот этими водными эмоциями своими не душили потому что эмоционально все-таки у вас разная у рыб она более спокойная более какая-то принимающая философская и даже можно сказать равнодушно кроме того что надо помнить что рыбы всегда находится состоянии какого-то взвешенного выбора в том числе и выбора вот духовного эмоционального у скорпиона естественно чувствительность поострее потому что скорпион это горящая вода по и вы можете немножко не совпадать по динамике ваших чувств ваших эмоций по составу они все равно будут у вас одинаковы недостаток активности у рыб вполне себе компенсируется гиперактивностью вашей оракула на которой взаимодействует скорпион с овном называется прямым текстом вампир посмотрите как она выглядит почему как вы думаете да действительно это два очень сильных знака два очень сильных человека встречается для того чтобы как ни странно полезно эффективно взаимодействовать а союз скорпиона и овна действительно бывает одним из самых устойчивых под овна и скорпиона присутствует такая вот воинственность только она разная у скорпиона она незаметная такая вот скрытая у овна понятно естественно очевидны но вы можете оценить друг друга друг в друге такого достойного противника вот уж точно что не грозит это заскучать и до конца понять друг друга совместная жизнь в романтическом союзе может быть похоже на вечную войну на эти вот поле битва просто скорпионы с тельцами редко встречаются редко сходятся потому что вы находитесь на полюсах зодиакального круга естественно скорпион и телец это антиподы то что ценно для скорпиона не имеет значения для тельца это чем телец отчаянно дорожит скорпион склонен полностью совершенно игнорировать правда неконструктивные вот но не продуктивные отношения почему-то с точки зрения создателей вот этого оракула на первый план выдвигаются выдвигается зависимость эмоциональная материальная духовная и карта это называется марионетка считается что в таком союзе один непременно другим управляет а второй послушно выполняет распоряжение то есть как бы очевидно слушается но только потому что хочет ухватить свое только потому что имеет какие-то корыстные мотивы в этой паре это правда плохая основа какая-то совсем уж не романтичная телец может даже скорпиона раздражать своей практичностью своей хозяйственностью своей кроме того телец искренней окружающими людьми совершенно не интересуется а скорпион напротив живет в потоке энергии некоторые вот такой вот информационной паутине вам просто может быть не о чем поговорить один из самых кризисных и ненужных союзов это союз скорпиона и близнецов как ни странно может быть близнецы слишком легки для вас правда друг друга не понимаете правда оцениваете людей и жизнь в целом жизненные ценности совершенно разных точек зрения совершенно из разных позиций карта оракула кстати называется дудочник и она нас отсылает к легенде согласно которой вот некий музыкант заиграл на дуточки увел из города в неизвестном направлении всех детей драматическая история на самом деле конечно не применимая в нашей жизни но может такой мотив присутствовать у одного из партнеров романтических в том числе желание отомстить желание ну может быть отыграться то есть некий реванш нужно помнить о том что здесь уже идет откровенный перевес четкое распределение вернее ролей один соблазнитель другой жертва поэтому начало таких отношений начало такого романа может быть красивая середина средненько а конец всегда грустный печальный и боюсь что для делового взаимодействия это тоже плохой тоже плохой набор жертва так называется карта оракула на которой скорпион взаимодействует с раком смотрите неприятная достаточно драматичная картинка считается что в такой паре один из партнеров жертвует чем-то большим ради другого то есть жертва оказывается ценнее значительнее чем цель во имя которой она принесена отношением рака и скорпионы по опыту могу сказать бывают очень драматичными насыщенными слезами расставаниями взаимными очень глубоким очень серьезным претензиям потому что оба партнера люди водные оба очень глубоко переживают вовлекаются в романтические истории и вот эта похожесть как раз в случае с скорпионом и раком не идет на пользу потому что здесь вот откровенный получается может быть неосознанные не специальный но перевес в эмоции и игнорирование доводов разума карта оракула на которой соседствуют лев и скорпион называется алхимика достаточно сложная отсылка здесь царь кипра пигмалион когда-то и слоновой кости создал статую попросил ее оживить потому что влюбился то есть ну вот один партнер создает другого буквально вытачивает опять же здесь нельзя сказать кто будет пигмалионом а кто будет непосредственно вот тем самым гомункулом которого он вырастет да это и не важно на самом деле потому что внешне вот отношения скорпиона и льва могут быть очень благополучно они могут быть даже вот для людей завидными это может быть знаете такой брак какой-то статусный в котором все по порядку и достаток есть и все довольны друг другом но знаете такие образцово показательные семьи однако все тайны всегда становится явным и вот это не жизнеспособность такого союза однажды ну пусть и рано или поздно конечно проявится и проявиться она может самым плачевным образом отношения девы и скорпиона очевидно порождают у партнеров скорее всего обоих комплекс неполноценности потому что карта оракула называется самобичевание действительно два аналитика скорпион и дева очень очень требовательны друг другу требовательны к себе и обязательно найдут повод пока в себе покопаться себя и друг друга понаказывать и в принципе такие отношения кем-то расцениваются как кармическая расплата вот например вы можете говорить себе я просто недостойна или недостоин лучшего поэтому мне достался такой вот человек в партнеры это неправильная мотивация для романтических отношений естественно хотя вот деловой союз вообще какой-то направленный на зарабатывание на предпринимательскую деятельность между девы и скорпионом может быть очень очень удачным по этой же причине вы глубоко анализируете ошибки которые оба допускаете не стесняйтесь друг другу про эти ошибки говорите напоминать скорпионы могут иметь долгие устойчивые хотя не совсем счастливые союзы со своими самыми близкими соседями по зодиакальному поясу с стрельцами но про это я уже сказал и с весами как ни странно карта оракул на которой вы вместе называется цепи вас действительно очень очень много связывает несмотря на то что люди вы совершенно разные но совершенно не похожи дело в том что весы имеют очень выраженные четкие границы а скорпионы этих границ практически не имеет а самое главное что не вы не собираетесь эти границы соблюдать у других людей поэтому скорпион откровенностью откровенным местами вероломным вмешательством весов шокирует а вам у у них не хватает как раз эмоциональной отдачи и вам для вас естественно весы как все воздушные люди выглядят ну совершенно такими вот равнодушными потребителями однако карта оракула не случайно называется цепи союз может быть очень долгим очень очень устойчивым и знаете иногда это вот на уровне какого-то ну какого-то намеренного что ли магического воздействия иногда это может быть похоже даже на какую-то зависимость связанную с приворотом но на самом деле здесь только один из партнеров эмоционально порабощает другого